Новый год – это прежде всего время чудес, волшебства, воплощения самых смелых мечтаний. И вот свои сказочные способности объединили волшебники из Театра Кукол и Ассоциации Кулинаров для того, чтобы подарить новогоднее чудо детям из школ-интернатов. Это одно из самых любимых благотворительных мероприятий, в котором Рязанский Театр Кукол участвует. У нас много таких проектов, но этот самый-самый, наверное, теплый, сердечный, душевный. Даже история его создания, она такая домашняя, семейная. Наш директор Константин Геннадьевич Кириллов вместе с Ириной Валерьевной Даниловой придумали его непосредственно за чаепитием. Ассоциация Кулинаров Рязанской области накрывает столы, проводит мастер-классы, а Рязанский Театр Кукол дарит сказку. Два года подряд формат мероприятия приходилось подгонять под обстоятельства. Ковидные ограничения вынудили в 2020-м выезжать к детям в интернаты, а в 2021-м обойтись без мастер-классов, только угощением и сказкой. Но в этом году привычный, полноценный формат вернулся. Новый год – это, конечно, всегда сладости. Он ассоциируется со сладкими мечтами, со сладкими подарками. Поэтому, конечно же, в первую очередь сегодня мастер-классы от кондитеров города Рязани, которые работают в наших ресторанах, от наших партнеров, которые у нас в этом году впервые появились. Это то, что вызывает, наверное, удовольствие и впечатление для деток. В холле театра детей уже ожидали несколько мастер-классов от ведущих рестораторов города. Приготовление еды сродни некому колдовству. Смешать ингредиенты, получить вкусное блюдо – сам процесс завораживает. Из опыта, да, дети любят рисовать на пряниках, дети любят, когда много дыма, когда фантастика, когда из ничего происходит мороженое. Дети любят шоколад. Сладости, приготовленные собственными руками, под руководством опытных кондитеров, пожалуй, будет вдвойне вкуснее съесть. А сразу после мастер-классов и чаепития детей ожидает новогодняя сказка от театра кукол. Емеля, едущий на печи, даже взрослых, не оставляет равнодушными. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова